Сколько мы не снимали новости? Месяца два, наверное, три, да? Три, наверное, где-то. Четыре месяца назад. Четыре месяца мы новости не снимали. Столько там всего прошло мимо нас. Ужас, ужас. Потому что вы мало лайкаете, подписываетесь и так далее. Всем привет! Вы на канале Один Потолок. И с вами очередной выпуск потолочных новостей. Да, ребят, снимать мы стали крайне редко, потому что мы все-таки решили накапливать определенное количество информации, прежде чем лить воду, да, чтобы так скучно не было. Сегодняшний выпуск мы посвятим грядущим мероприятиям, потому что мероприятия пройдут и потом будет про них поздно рассказывать. А следующий выпуск у нас будет посвящен новинкам, которые повелись за это время. Погнали! Начнем про обучение от Craft Lab. Вообще, 24-й год у нас пестрит обучениями. Сейчас все по порядку. Мы, как компания Один Потолок, конкретно вот Ростислав и я, мы прошли обучение в Craft Lab. В принципе, все круто, прикольно. Там было и онлайн, и оффлайн, да, то есть ведет Андрей Демин оффлайн всю историю. Там идет два, да, сейчас есть. Джуниор и сеньор, да? Мы проходили сеньор? Да. Сеньор это для крутых чуваков, которые уже такие, типа, что-то понимают. Джуниор это обучение, а сеньор это экзамен. Ну, в общем, ладно, мы честно все собрали. Нас даже Андрюха там где-то пожулил. Ну, понятно, мы уже не действующие монтажники, уже года как 3-4. Ками мы особо не работаем, но, тем не менее, что-то собрать мы смогли. Интересное обучение в любом случае, если вы не только собственник бизнеса, если у вас не только там в своей компании, даже просто если вы частный мастер, который работает сам на себя, послушать блок про рекламу, про маркетинг, блок про... Про что у них там еще? Про продажи, да, есть отдельный блок. Что еще есть? Про замеры, проектирование. Проектирование тоже хорошо. Точнее, нет, ну, нехороший. Вот я проектирование смотрел. Вот мне проектирование не очень, конечно, зашло. Сложно, мне кажется. У нас это сделано проще, легче и информативнее при меньших трудозатратах. Но, тем не менее, да, то есть проектирование, если вот вы вообще ничего не умеете, хотите познать, то можно пройти блок, и, в принципе, вы сможете собирать свои проекты и тем самым повышать уровень своих услуг для заказчика. Вы будете выделяться уже из серой массы обычных монтажников. В любом случае, все только через обучение, все только через знания. Это самый простой способ. И очень много комментаторов. Вот, ребят, на тот момент, пока мы проходили обучение, мы снимали в стольках, там, да, показывали. Очень много комментаторов с фразами то, что это безумные ценники, это вы себе, мажористые москвичи, можете позволить, то, что нам это все там и так далее. Нам на такой надо еще копить и прочее. Туда приезжают парни и из провинции, и московские мастера есть, и я не знаю вообще откуда только не едут. И все хорошо. Все проходят эти, ну, как бы, нет, не все, да, то есть надо постараться, чтобы пройти аттестации. После этого тебя добавляют на сайт Краб Систем, как рекомендованную компанию. Мы там, кстати, добавлены теперь. И, да, всем, наверное, интересующий вопрос. Вот нас, как добавляют туда, у нас теперь стабильно раз в неделю по одной-две заявки приходят на дополнительные какие-то монтажи. И, как вы понимаете, проекты там, ну, не беляши явно. Поэтому тем, кто считает то, что это дорого, то, что это нахрен не надо, то, что вы и так все знаете, парни, все хорошо, продолжайте в том же духе. Ну, а те, кто хотят развиваться, зайдите на Краб Лаб, посмотрите. Возможно, будет что-то интересное, может быть, какие-то отдельные блоки вы можете себе докупить. Мы, как команда 1, от себя рекомендуем. Кстати, они добавили блок, монтаж middle, это вот промежуточный. То есть, самое первое, это junior, потом middle, тоже это обучающий, но повыше кранга. И senior, это уже экзамен. Следом у нас пойдет Люмфер, опять же, со своей школы, Люмфер School, открывают, запускают, запустили свой, ну, это не шоурум, да, как это назвать, модным словом, свое пространство запустил Люмфер, у них там шоурум, там, такой двухэтажный, да, грубо говоря, свои обучающие классы, давайте так назовем. Обратите внимание, это все производители, крупные производители, на мой взгляд, их там по пальцам в одной руке можно пересчитать, открывают свои вот эти шкулы, лабы, бла-бла-бла, вот, для того, чтобы обучать свои продукции. Ну, в принципе, это здорово, иначе нельзя добиться, чтобы действительно хороший сегмент монтажники научились монтировать, просто из головы все считают, что беляши монтировать им проще, и, в принципе, зачастую они правы, беляши это действительно монтировать проще, а хочется монтировать хорошие, красивые вещи, хочется, чтобы руки были, ну, нормальные, ниже, короче, для этого надо учиться. Будем ждать, когда фокус-группы все пройдут, я думаю, нас тоже пригласят пройти какие-то обучения. Мы в любом случае не откажемся, мы выделим, найдем время, сгоняем, поучимся, и, соответственно, вам расскажем, что это на то, что не стоит. Напишите в комментариях лайк за школы. Школу? Школы. Что за школы? Дима, школу. Сейчас ты говорил, с английским вообще не как-то. И давай, третья новость про обучение, это A1 School Production Production, да, Pro. Мы запустили свое обучение, вот, ребят, напомню, мы уже не раз на Ютубе об этом говорили, обучение совсем для только-только начинающих, вообще даже не мастеров, еще просто подсобников, можно сказать, которые хотят потихонечку начать развиваться, учиться. Абсолютно базовые вещи. Мы отсняли их в первую очередь для себя. Я уже неоднократно говорил, бригады мы себе поставили задачу в течение года набирать новые бригады, обучать, обучать, обучать. И для того, чтобы каждый раз на бригаду новую не проговаривать, мы все это дело цифровали. И, соответственно, решили, почему бы за какие-то там небольшие деньги, грубо говоря, это не предложить. Люди приобретают очень хорошие отзывы, да, то есть очень... Но, опять же, надо понимать, что вы приобретаете. Каких-то суперсекретов, как там какие-то спецраскрои, или как катать слот, не запариваясь, или там, я не знаю, как ставить краб вообще не напрягаясь, быстрее, чем стандартный профиль, мы вам там не расскажем. Там абсолютно базовые вещи. Но для широкоразвития, для кругозора, пожалуйста, если интересно, ссылочку тоже оставим, закрепим внизу. Кстати, поскольку мы уже запустили всю эту платформу, говорит, курса, это все тоже такие вложения, это там отдельные специалисты, которых надо было найти. В общем, трудозатраты достаточные. Поэтому мы теперь не сможем остановиться на одном курсе, иначе мы просто в минусах останемся. Поэтому мы уже запланировали отснять новый курс, который будет посвящен всем световым линиям, которые существуют на сегодняшний день на рынке натяжных потолков. Поэтому, я думаю, в месяц-другой мы его анонсируем, и также будет возможность его приобрести. Со своей стороны постараемся раскрыть всю возможную информацию. Вот как мы свои бригады обучаем, так и вам все расскажем. А вы уже оцените. Форум натяжных потолков. Грядущее мероприятие, ребят, ежегодное, крупнейшее. Я не знаю, если вы потолочник, вы должны там побывать. Хотя бы, блин, короче, вот именно на форуме. Вот форум и пати, я считаю, два мероприятия неотъемлемые, где любой потолочник должен побывать. Вот, 26-27 апреля. Это будет выставка-ярмарка. То есть, бесплатное посещение. Два дня, они плюс-минус одинаковые. Там спикеры только меняются. Вот мы, допустим, будем 26-го выступать. Там 15-20 минут. Там спикеры в счет в этом году порезали. Ну, в принципе, да и ладно. Как бы это не столь важно. Зато более коротко и емко все постараемся рассказать. Это будет выставка-ярмарка. Вы там сможете посмотреть новинки. У кого там какие шпателя появляются. Там световики. Вот эти пленки новые. Все дела. Пообщаться со всеми. Розыгрыш призов. Там квадрики. Сколько там квадриков в этом году? Сейчас, сейчас, сейчас. Прям где-то. Большими буквами были нарисованы квадрики. Най-най. Один электромотоцикл. 500 призов. Еще каких-то 10. Билеты на потолок пати. Ого. Три квадроцикла. Короче, беспроводные наушники. 15-й айфон. И, блин, мне айфон надо. Пожалуйста, там этот. Подмешайте мне что-нибудь. Стабилизаторы. 28 апреля. Там уже два. Это платный день. И разбили его сейчас на две. На два мероприятия. Как это назвать? В общем, один это бизнес интенсив. Послушать спикеров. Там крутых спикеров в этом году затаскивать и так далее. И гала-ужин. Продолжаются вопросы. Вроде мы все информацию выложили. Но, тем не менее, продолжаются. Где можно посмотреть бой? Два месяца мы готовились к бою. С каналом Стройплощадка. Бой мы провели. 31 марта. Вот, соответственно, буквально в третьих числах апреля появился на канале Стройплощадка на Бусти. Внизу оставлю ссылку на действующий трейлер у нас на канале. Вы можете туда пройти. Посмотреть там, ну, хотя бы кратенькое содержание. Будет вам это интересно посмотреть или нет. И, соответственно, там сможете попасть по ссылочке на Бусти уже к ребятам. Мы не владеем полностью видос. Вон, такие у нас договоренности были. Вы как бы не обессудьте. Поэтому полностью посмотреть можете только у них на площадке. Да, готовились два месяца. Честно говоря, все интересно. Все равно это классное приключение. Это останется в памяти. Вот, боем, конечно, я остался недоволен. Но, как бы, в целом все равно прикольно. А что ты недоволен? Проиграл, что ли? А я не могу говорить. Так, на этом моменте этот выпуск будем заканчивать. От вас, пожалуйста, подписки, лайки, комментарии. До новых встреч.